хоба приветствую всех подписчики новые зрители вы на канале энергию сегодня мы вместе с вами поговорим об изменении техники в обновлении 1.30 я немножко опоздал однако лучше поздно чем никогда потому что сегодня мы разберем о том как же меняется ттх некоторых очень интересных машин какую машину вы прямо сейчас можете купить к себе в ангар она прокачиваемая для того чтобы нагибать будущем обновление которое выйдет вместе с режим баффин трагер и плюс дополнительно к этому ко всему я дам свою экспертную конечно же оценку данным изменениям а также о том почему вообще в целом меняли эти ветки хотя они казалось бы и не нужны к изменениям и так в обновлении 1.30 будут пересмотрены некоторые ветки прокачки этих веток а также характеристики некоторых машин так например британские пт сау такие как тартой с этой 15 изменит свои ттх стоковых и топовых пушек у тартой за стоковая пушка которая шла она будет меняться и станет более востребовательный до на девятом уровне то есть если вы раньше когда прокачивали от и 15 и садились на тартой за вы играли на стоковые пушки ну прям супер плохой и вам обязательно нужно было использовать голду у вас там не хватало стабилизации дпм и так далее и тому подобное точности где-то то сейчас вы не будете испытывать таких прям больших проблем сейчас стоковая пушка у тартой за это имба ну прям реально имба то есть вы заряжаете себе просто голдой под калиберы 274 миллиметра у вас супер быстро сводку вас супер стабилизация у вас супер дпм и супер точность и по итогу стоковая пушка может быть ну чуть ли не лучше даже чем топовая пушка да конечно это 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 не так с точки зрения пробития и альфы но с точки зрения именно возможностей стоковая пушка реально хороша теперь становится а топовая пушка у от 15 также бустится и становится лучше так например абсолютно полностью вся машина от 15 которая была реально многострадальческая она полностью перерабатывается и бронирование рубки этого танка становится намного лучше например было 101 миллиметр и 228 миллиметров бронирование лба корпуса а также маски 127 миллиметров а стало 254 254 и 152 если мы зайдем например и посмотрим конкретно самого от 15 до где он здесь вот этот наш красавец например в 3d модель то сейчас вот эти вот зоны которые были 228 миллиметров которые пробивались даже с ббш которые пробивались любых подкалиберов абсолютно полный картон она теперь не будет пробиваться и масочку зашили здесь дополнительно далее больше пробития и дополнительно дали больше пробития в рубке и теперь это будет полноценный аппарат который на восьмом уровне будет танковать бронебойные снаряды даже машин девятого уровня а и голдой естественно будет пробиваться но опять же не со всех танков только с девятых десяток и поэтому будет более комфортно себя чувствовать на восьмом уровне против и са третьего защитника и других разных танков даже по тсау восьмого уровня что естественно не может не радовать также улучшился дпм наш целых на полсекунды улучшилось время сведения и точность и по итогу мы теперь это 15 грубо говоря получили такой же как у нас есть премиумный тортал мк-1 у него хорошая дпм хорошее бронирование и вот короче вот тортал мк-1 это по сути говоря от 15 новый и теперь вы его можете получить бесплатно и на нем играть что соответственно делает эту ветку для прокачки более интересной и востребовательной особенно учитывая то что у нас на десятом уровне баггер а баггер это весьма крутая машина я могу однозначно отметить то что это хорошее изменение с точки зрения от 15 но самое что здесь круто и привлекательно это то что изменено дерево исследования танка это 15 если мы здесь посмотрим вот как было да то есть вы изучаете грубо говоря от 15 потом изучаете просто одну пушку и сразу же можете переходить на тортой за то сейчас так не получится то есть вам нужно будет изучить одну вторую пушку вторая пушка соответственно это стоковая пушка теперь у тортой за а для того чтобы выучить как бы следующую пушку для тортой за вы обязательно должны будет ее выучить как бы на т15 можно как бы и не учить но при этом как бы она будет сразу же ну она ее не будет сразу же на тортой за то есть вы должны будете на тортой за выучить поэтому лучше ее будет учить на т15 и при этом скажем так качество конкретно этих пушек она будет намного-намного выше и намного-намного лучше, да, то есть вот если вы зайдете и посмотрите, да, вот эта вот пушка QQF32PDRATGAN, у нее получается, она восьмого уровня, да, а здесь получается пушка у нас на тортозе будет сразу же девятого уровня, и плюс дополнительно следующая пушка, которая изучается, она станет дешевле, чем она была на том же самом АТ-15, но при этом пушка предшественник, ее улучшили и она соответственно будет качественнее, ну и это позволит с большим комфортом наслаждаться. И тут разработчики пишут, что АТ-15 для выполнения роли штурмовой ПТ имела недостаточные показатели живучести и низкое пробитие, в связи с этим она улучшилась, а тортоз, соответственно, скорректирован в связи с аппом АТ-15. Но главное, о чем я сегодня на самом деле хотел бы вам рассказать, это о том, что появляется новая американская имба восьмого уровня, это Т-28 прототип. Не знаю, как часто и много вы играете на восьмых уровнях, не знаю, как часто и много вы вообще в целом встречали этот танк, но если вы играли, качали Т-30, Т110Е4, то вы знаете, что Т-28 это была супер классная машина, и на текущий, скажем так, день она тоже была супер классной. Вот эта вот тачка, у нее было хорошее бронирование ВЛД, ВЛД не пробивалось бронебойных снарядов, абсолютно никаких СТ, прошу прощения, абсолютно никаких тяжелых танков, средних танков, и разве что только ПТ-САУ могли ее пробить. Если вы здесь доворачивали немножко бортик, то НЛД не пробивается, в НЛД не пробивается, однако пробивалась башка. У танка была супер крутая пушка с пробитием 248 мм ББХа, подкалибер 300 мм, ДПМ есть, и вообще в целом машина была супер приятная. Но разработчики решили ее апнуть и подогнать под текущие реалии игры. И что они сделали? Они улучшили мощность двигателя, одного и второго, то есть и стокового, и топового двигателя, да, они улучшили мощность, соответственно машинка будет более быстрая. Плюс дополнительно дали бронирование лба, башни, теперь оно не 203 мм, теперь оно 254 мм. И соответственно вот эти вот края, вот эти вот края, вот эти вот ушки, да, куда пробивался этот танк, они теперь будут 254 мм, и машина теперь в башку вообще никак пробиваться не будет. Ну типа вообще почти, ну только разве что там голда девяток-десяток, ну и то, я думаю, не всегда. Да, и плюс нахинули 150 хп. По итогу у этого танка под закалкой той же самой, да, вот если бы поставить ему, условно говоря, трофейную закалку, у этого танка будет чуть ли там не 1500 хп. И он будет где-то примерно на уровне с Т-103, советской премиумной ПТ-САУ, восьмого уровня. Вот где-то примерно они будут на одном уровне. Что-то получше, что-то похуже. Т-103 чуть более быстрый, но чуть менее бронированный. А Т-28 прототип будет чуть более бронированный, но чуть менее быстрый. И по итогу Т-28 прототип, это новая имбуля восьмого уровня. Поэтому, если вы думали, качать ли вам ветку Т-110Е4 или не качать, задумывались об этом когда-нибудь, то вот прямо сейчас это реально хороший шанс. Т-25, которая седьмого уровня, она прям реально отличная. Вот, Т-25АТ или как она там точно называлась, не помню уже, даже не буду сейчас смотреть. Короче, Т-25, это отличная ПТ-Ха была. Вот, ладно, даже мне интересно посмотреть. Да, вот Т-25-2. Т-25-2, отличная ПТ-Ха. Вот, продолжение Хеллката. Соответственно, Т-28 прототип, это уже утяжеленная версия, но более медленная. Т-30 с картонным корпусом. Вот, кстати, Т-30 тоже нужно было бы апнуть корпус. Не знаю, почему разработчики не обратили на это внимание, хотя Т-28 апнули. И потом Т-110Е4. А сейчас Т-110Е4, объективно говоря, это одна из лучших ПТ-САУ. Потому что она контрмера любому штурмовому тяжелому танку. И плюс, дополнительно, она с вертежей сильно донет. И, соответственно, Т-110Е4 единственное, против чего неприятно играть, это против СТ-шек. Вот, и против других ПТ-х, некоторых, у кого бронирование прям дико. Поэтому могу уверенно сказать, что Т-28 прототип. Но вот, кому точно стоит печалиться, это любителям понагибать в песке. Потому что М6 понерфили. Понерфили на одну секунду перезарядку. Понерфили, соответственно, точность этому танку. И понерфили дополнительно еще и стабилизацию. То есть, разброс при повороте ходовой и башни. Соответственно, М6 теперь, ну, стал не такой имбовый, как был. И теперь шестые уровни, например, там всякие коники, КВ-2 смогут с ним более комфортно разбираться. Ну и, соответственно, ну, я, честно говоря, не совсем понимаю этого. Вот, но я так предполагаю, что когда были ранговые бои на шестых уровнях, М6 дико форсился. И из-за этого разработчики решили его поднерфить. Ну и дополнительные японские тяжелые танки апнули Жуну. Вот, и понерфили Митсу. Хотя я не считаю, что надо было нерфить этого Митсу. Потому что у него пушка не опускалась на двух сиськах. Но разработчикам виднее. И, по всей видимости, они это тоже решили предусмотреть. Плюс дополнительно исправили подвеску с прыгающим над горизонтом прицелом на СУ-122В, УДИС-03, КПЗ-3, Проект-07. Это которая за боевой пропуск идет. И латентный Штрадивариус-120. Как-то так. На этом, в целом, я думаю, у меня все новости для вас. Не, конечно же, можно было рассмотреть еще тактико-технические характеристики будущих танков, которые у нас будут за события Ваффентрагера. А именно, Ведьмака, Ягера и Объект-265Т. Но мы это сделаем чуточку попозже. В следующем видеоролике, который выйдет завтра. Поэтому вам всем спасибо, что посмотрели. Обязательно подписывайтесь на канал. Завтра мы рассмотрим ТТХ Ягера, Ведьмака и 265Т. Так, соответственно, 8, 9 и 10 уровня. Я расскажу о них. Выскажу свое мнение. И о том, надо ли в кого-то из них, я не знаю, потеть, упарываться, выбивать. Или все же лучше подзабить. Потому что он появится в новогодних коробках. А может и не появится. Но, во всяком случае, мы об этом поговорим. Спасибо большое за то, что смотрели. Приходите на стримы. Приходите, смотрите видеоролики. С вами был Нерью. Всем пока-пока. Покупайте Т28 прототип. Будете нагибать. Зуб даю. До дамажа.